Девушки отдыхают Но перед этим он решил поговорить с Творцом И вот по дороге он встречает дерево Оно уже не сочное, не зеленое Оно тоже разуверилось в жизни И вот это дерево изливает вот этому путнику, этому человеку душу И говорит, мне уже не на что надеяться Я быстрее бы уже полностью уйти с этого мира И тогда человек говорит, знаешь, я иду говорить с Богом Я замолвлю за тебя словечко, может он тебе поможет Он идет дальше, видит девушку Эта девушка плачет Почему ты плачешь? Не получается у меня вот создать семью Этот мне не подходит, этому я не подхожу Я уже разуверилась во всем А без этого мне не нужно жить в этом мире Тогда он, утешая ее, говорит Ты знаешь, я сейчас иду, как раз направляюсь встретиться с Господом Я замолвлю о тебе слово И в конце концов он видит волка Знаете, такой старый волк Который уже не при делах Который уже не ведет стаю На которого уже не обращают внимания Этот волк сидит и плачет И жалуется Человек ему говорит, ты знаешь Я замолвлю о тебе словечко перед Богом Вот он предстал перед Богом Бог ему говорит, не волнуйся Все будет хорошо Я тебе такие вещи дам в жизни Что это тебя будет мотивировать дальше продолжать Но перед этим есть вот три объекта О которых ты мне там замолвлю словечко И я сначала давай решим вопрос с ними Вот тебе три записки И потом ты вернешься ко мне И я решу тебе все проблемы Вот он идет к дереву Дает записку, дерево открывает И говорит, слушай, я тебе так благодарна Ты не представляешь, что ты для меня сделал И вот тебе в подарок вот пакетик И дает ему пакетик с деньгами С золотом, с драгоценностями Он говорит, ты что, я иду сейчас к Богу Ты мне даешь А может Бог мне даст больше Может даже важнее Мне это все ерунда Это все я уже прошел в жизни Потом он дает записку девушке Девушка открывает, говорит, слушай Ты знаешь, что мне Всевышний тут сказал? Чтобы я вышла замуж за тебя У тебя ведь тоже нет семьи? Он говорит, нет И это была тоже причина, почему я разуверился в жизни Но сейчас я иду к Всевышнему И вот эти вот твои предложения рационализаторские Мне не нужны И вот он подходит к волку Волк открывает записку и говорит Тут сам Всевышний мне написал Чтобы я тебя такого идиота съел Потому что он тебе давал возможность С деревом быть богатым Построить семью Ты эти возможности, этот шанс ты не использовал Ты дурак, я тебя съел Но взмолился человек и сказал Я тебя очень прошу Дай все-таки мне возможность еще раз поговорить с Богом Он пошел к Богу И получил от Всевышнего наставления И мы в этом рассказе видим Во-первых, использовать шансы, которые есть в жизни Второе, никогда не отчаиваться Но даже если ты стоишь на грани отчаяния Знай, что всегда в жизни Есть возможность Помолиться, поговорить с Всевышним И попросить Есть такой праздник Который в принципе никак не празднуется Но о нем написано в Торе Это второй Песох В чем интересно, что Ни про один другой праздник так не написано Как здесь Когда человек не принес жертву В первый Песох По причине того, что он был далек от Иерусалима От храма Или был не чистый ритуально То у него есть возможность через месяц Еще раз Вот эту вот жертву принести Это намекает нам о том, что есть в жизни Всевышний И он всегда дает тебе шанс Я желаю вам всем Жить с радостью С надеждой С верой И никогда не отчаиваться Особенно хочется благословить тех, кто смотрит нас Тех, кто участвует И помогает нашему каналу Спасибо вам большое Шалом